Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем с вами изучать раздел под названием «Климат. Изменение климата». Тема нашего урока «Причастие. Причастный оборот». Сегодня вы узнаете определение слова «погода», что называется причастие и причастным оборотом, а также узнаете об образовании причастий. Сегодня на уроке вы научитесь находить причастие и причастный оборот в тексте, использовать причастие в речи. Итак, начинаем наш урок. Что такое погода? Погода – это состояние атмосферы в данное время, в данном месте. Например, жаркая погода, предсказание погоды. Такое определение нам даёт слова русского языка под редакцией Ушакова. А теперь перейдём к грамматической теме нашего урока и подумаем, что же такое причастие. А причастие – это особая форма глагола, которая обозначает признак предмета по действию и отвечает на вопросы «какой», «какая», «какие». Причастие обладает как морфологическими, так и синтаксическими признаками. К морфологическим признакам мы отнесём. Причастие бывает действительными и страдательными, имеет совершенный и несовершенный вид, бывает настоящего и прошедшего времени. А также причастие изменяется по родам, числам и падежам и согласуется с существительными вроде числе и падеже. Что же касается синтаксической роли, то чаще всего причастие в предложении является определением, реже – сказуемым. Приведём примеры. Прочитанная книга лежала на столе, где слово «прочитано» является причастием, отвечает на вопрос «какая» и в предложении является определением. Книга «прочитана» – «книга какова» – «прочитана», где причастие «прочитано» является кратким причастием и в предложении – сказуемым. А что же такое причастный оборот? Причастный оборот – это причастие с зависимыми словами. Например, «Снаружи моросит дождь, сопровождающийся небольшими раскатами грома». В этом предложении дождь – определяемое слово. От него задаём вопрос «какой» – к причастию «сопровождающийся». Сопровождающийся небольшими раскатами грома причастный оборот, который является определением. Ребята, скажите, какие представления у вас связаны со словом «погода». Составьте ассоциативную цепочку. Погода – это перемена, ненастье, синоптики, температура, метель, метеоролог, смерч, шторм, дождь, холод, жара, циклон, осадки, прогнозы, облачность, солнце, градус, сезон, тучи, море и условия. Составьте с данными словами предложение и найдите в нём причастие. В солнечную погоду можно выпить чашку чая на веранде, почитать захватывающую книгу. Почитать какую захватывающую книгу? В данном предложении захватывающий будет являться причастием суффиксом «ющ». Проверьте себя. А сейчас поговорим о способах образования причастий. Действительные причастия настоящего времени образуются с помощью суффиксов «ущ». Например, «пишут», «пишущий» от глагола первого спряжения с суффиксом «ющ», «ящ», «ящ», «спешат», «спешащий», «сидят», «сидящий». Действительное причастие прошедшего времени образуется от суффиксов «вш». Например, «читал», «читавший», «прочитал», «прочитавший». А также с помощью суффиксов «ш». Страдательные причастия настоящего времени образуются с помощью суффиксов «ем», «ом», «им». Например, «читаем», «читаемый», «ведом», «ведомый», «приводим», «приводимый». Страдательные причастия прошедшего времени образуются с помощью суффиксов «ен», удвоенное «н», «ион», «т». Например, «изучил», «изученный», «выиграл», «выигранный», «осмеял», «осмеенный», «решил», «решенный», «открыл», «открытый». Обратите внимание на суффиксы причастий. А теперь перейдем к практической части нашего урока и выполним ряд упражнений для понимания и закрепления пройденной темы. Читайте внимательно, после вы сможете проверить свой ответ. Прочитайте словосочетание, найдите действительные и страдательные причастия, укажите время. Вам даны следующие причастия. Продолжение следует... Продолжение следует... Я думаю, ребята, вы все справились с данным заданием. Давайте проверим свой ответ. К действительным причастиям настоящего времени мы отнесли следующее словосочетание. Населяющий землю, повествующий о вулкане, слушающий песню, выполняющий работу. А также к действительным причастиям прошедшего времени, сокративший расстояние, встретивший друга, появившийся в сети. К страдательным причастиям настоящего времени мы относим словосочетание, проводимый фирмой. К прошедшему времени разбитая чашка. Следующее задание, которое нужно выполнить, звучит следующим образом. Выпишите словосочетания, в которых есть причастие, выделите суффиксы. Проверьте свой ответ. Мокнувший под дождем. Причастие какой? Мокнувший. Имеет суффикс в-ш. Сидеющий старик. Какой? Сидеющий. Причастие имеет суффикс ющ. Бушующее море. Какое? Бушующее. Суффикс ющ. Темневший горизонт. Какой? Темневший. Суффикс в-ш. Висящее белье. Какое? Висящее. Суффикс ящ. Растущий кустарник. Какой? Растущий. Суффикс ущ. Цветущий сад. Какой? Цветущий. Суффикс ущ. Спеющий крыжовник. Какой? Спеющий. Суффикс ющ. Текущий ручей. Какой? Текущий. Суффикс ущ. И шумящий класс. Какой? Шумящий. Имеет суффикс ящ. И последнее задание, которое нужно выполнить. Найдите причастный оборот в предложении. Потянулись к теплу деревья, уставшие от долгих холодов. Подумайте, ребята. Проверим. Потянулись деревья к теплу, уставшие от долгих холодов. В этом предложении деревья определяемое слово. От него мы задаем вопрос к причастию. Какие? Какие? Уставшие. Уставшие от долгих холодов причастный оборот, который является в предложении определением. Обратите внимание, причастный оборот стоит после определяемого слова и выделяется на письме запятой. Сегодня вы узнали определение слова «погода», что называется причастием и причастным оборотом, а также узнали об образовании причастий. Сегодня вы научились находить причастие и причастный оборот в тексте и использовать причастие в речи. Молодцы, ребята! До скорых встреч! Удачи в освоении нового материала! Субтитры создавал DimaTorzok